МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почти 10 тысяч кредитных заемщиков, проживающих на юге Тюменской области, в ближайшее время могут стать банкротами. Как не попасть в их число о снижении ипотечных платежей и частичном списании долгов? Поговорим сегодня в программе «Новостройка». Я Александра Сосновская. Здравствуйте. В ближайшие 13 минут посвятим региональному рынку недвижимости. Начнем выпуск с новостей. Тюменская делегация отправилась в Казань, чтобы узнать, как сделать наш город лучше. В столице Татарстана прошел образовательный семинар, посвященный новому приоритетному проекту по созданию в российских городах комфортной среды. По мнению министра строительства Михаила Меня, проблемы по всей стране одни и те же. Заброшенные общественные зоны, вандализм, неухоженные дворы. Изменить ситуацию реально, но только при участии жителей, уверена власть. А муниципалитеты и регионы должны помочь финансово. Еще одна важная мысль, озвученная на встрече, касалась ужесточения требований к банкам, в которых будут собираться средства граждан на капитальный ремонт. Собственный капитал должен быть не менее 20 миллиардов рублей. Это серьезная задача, но и серьезная гарантия для сохранности вкладов граждан в тех средств, которые идут на капитальный ремонт. В первую очередь это касается региональных операторов, но и индивидуальных спецсчетов. Правила игры на финансовом рынке меняются с завидной регулярностью. Так, буквально на днях мы распрощались с льготной ипотекой. Заявки, одобренные до нового года, сейчас не котируются. Но ниоткуда без добра в погоне за клиентами банки стали не просто понижать ставки, но и предлагать оригинальные условия. Подробности в сюжете. Появилась информация о государственной поддержке. Мы чуть-чуть подождали и взяли. Это был первый заем по льготной ипотеке, выданный в Тюменской области. На фоне средней ставки по региону кредит под 12% казался сверхвыгодным. Разница в два пункта. Сегодня жилье в новостройках стало еще доступнее. Ставки от 8,75% до 11,5%. И это без поддержки банков государством. На смену пришли весьма оригинальные предложения. Возьмем строящуюся квартиру стоимостью 2,5 миллиона рублей. Внесем минимальный первоначальный взнос в 15%. Ставка по данной программе составит 10,4% годовых. Платеж до готовности квартиры составляет менее 10 тысяч рублей. После того, как объект сдастся, произойдет перерасчет, платеж составит до 20 тысяч рублей. В начале марта ставки потаяли для желающих купить квартиру площадью от 65 квадратных метров. Им ипотеку дают за минусом 1%. В общей сложности на рынке сформировано больше 70 программ. И, что важно, банки стали лояльнее при кредитовании вторичного жилья. Договор вполне реально оформить поставки от 10,5%. Есть хорошие новости и для обладателей действующей ипотеки. На днях изменились условия реструктуризации. Претендовать на нее теперь могут семьи с двумя детьми, инвалиды и участники боевых действий. Можно получить субсидию от государства. Компенсация достигает 20-30% от остатка долга. Но не более 600, либо полутора миллионов. Идет списание части долга, либо предоставление платежных каникул до полутора лет. Ранее, когда эта программа существовала, до последних изменений, необходимо, чтобы действительно у заемщиков очень сильно уменьшился доход. На сегодняшний день этого не требуется. Помощь заемщикам государство будет оказывать до 31 мая текущего года. Так что с подачей заявления с просьбой о реструктуризации лучше не затягивать. По данным оператора реструктуризации ИЖК, за всю историю существования программы поступило больше 18,5 тысяч заявок. И вот что пишут те, кому удалось получить помощь от государства. Банк быстро и четко все одобрил, уменьшил остаток долга по ипотеке на 20%, точнее на 320 тысяч. Или вот еще. Сегодня получили ответ, где банк не пишет причину отказа, а предлагает варианты. Отсрочка основного долга, отсрочка процентов, увеличение срока кредита. А о списании долга ни слова. Разве так может быть? Может. Каждую историю специалисты рассматривают в индивидуальном порядке. Факторов, влияющих на окончательное решение, несколько. Учитывается в том числе площадь, купленная в кредит квартиры, и ваш доход. Его оценивают по специальной формуле. За консультацией обращайтесь к специалистам вашего банка. Ситуацию на ипотечном рынке продолжим обсуждать с Гарифом Ромашкиным, руководителем регионального отделения банка. Здравствуйте, Гариф Сергеевич. Здравствуйте. Давайте вернемся к льготной ипотеке. Все-таки программа проработала практически два года. Вот как рынок отреагировал на ее окончание? Мы выдали практически в два раза больше за январь, чем за январь в прошлом году. Ну, во многом обусловлено, наверное, тем, что мы в конце декабря принимали заявки, и как раз господдержка, несмотря на то, что закончилось, мы как раз выдавали ипотеку еще по тем ставкам, решение для клиентов, которое было принято в декабре. Но рост, конечно, колоссальный по сравнению с результатами прошлого года. Да, действительно, все так боялись. Если помните, большая часть банкиров прям успокаивала народ, что ничего страшного не произойдет, когда господдержку отменят. Застройщиков успокаивали, что смогут ставки быть конкурентными. Но так и получилось. Даже на первом витке у нас уже ставки были достаточно конкурентными, порядка 11,5% годовых. А с 1 марта ВТБ-24 еще снижают ставки. И у нас сейчас ставки будут, начиная от 10,4% годовых. Ставка по ипотеке, ну это, наверное, прям более чем правильные условия для того, чтобы брать ипотеку уже сейчас. По какому принципу формируются новые ипотечные программы? У нас есть с ряда партнеров договоренности о том, чтобы для клиентов этих компаний ставка была еще ниже, чем даже то, что мы сейчас предлагаем для зарплатных клиентов. Для своих, для зарплатников у нас прям отдельная история по снижению процентным ставкам. Есть дисконт на крупные объекты, на квартиры. от 75 квадратных метров у нас процентная ставка на 1% ниже. Такой интересный продукт. Несмотря на то, что в прошлом году у нас спросом пользовались больше квартиры в Тюмени, именно малогабаритные, небольшие квадратных метров, но банк прекрасно понимает, что заемщик, который берет крупные квартиры за достаточно большие деньги, и платежная дисциплина у него другая, он более надежный, поэтому мы можем такие дисконты делать для крупных кредитов. Я скажу, что сейчас на рынке такое количество разных предложений, что даже с минимальной суммой первоначального взноса уже можно найти себе квартиру. Это не зашито в условия самого кредита, потому что клиент все-таки сам выбирает то, что есть на рынке. Мы действительно сейчас чуть ли не за миллион рублей, за 850, за 900 тысяч рублей у нас в Тюмени можно уже покупать сейчас квартиры, причем те, которые вводятся в ближайшие несколько месяцев определенных застройщиков. И у нас эти предложения есть, поэтому вне зависимости от того, какой минимальный взнос на руках у клиента есть, он приходит в банк, ему здесь подбирают и квартиру, и кредитный продукт. Вы чувствуете, что конкуренция между банками ужесточается? Один объявляет о понижении ставок, от второго незамедлительно поступает реакция. Вы посмотрите на ставки, посмотрите на то, с каким удовольствием клиенты сейчас заходят в федеральные банки, ну и не только в федеральные. Я абсолютно уверен, что чем больше рыночного предложения, тем выгоднее условия для самого клиента. Да, это видно в ставках, которые озвучили, и в Сочи, которые мы сейчас с 1 марта запускаем. Это видно в специальных условиях, которые мы для клиентов придумываем, потому что конкурентная борьба увеличивается, значит, нужно придумать то, что будет интересно клиентам конкретно у нас здесь. Вот мы с вами сейчас говорили про конкурентное предложение на рынке финансовых условий, на рынке банков. На самом деле у застройщиков та же самая ситуация, и должны предлагать разные условия интересные для клиентов. Вице-премьер Шувалов заявил, что уже в этом году мы сможем преодолеть планку в 10%. Вот вы разделяете эти взгляды? Если честно, я вот лично, мое ощущение, что мы можем даже до 8% уйти. Я не смогу сказать, что это прям будет за ближайшие несколько месяцев или ближайший год. Но при том темпе снижения инфляции, который сейчас есть, я прекрасно понимаю, что 8% ставка по ипотеке вполне реальная в перспективе нескольких лет ближайших. Спасибо, Горьев Сергеевич. Надеюсь, ваши прогнозы сбудутся. А у нас вопрос от телезрителя, который пожелал остаться неизвестным. Письмо пришло на нашу электронную почту. В микрорайоне Ямальские-2 начали строить школу. Хватит ли финансовых сил ее закончить? Кризис на дворе. Деньги на возведение этого образовательного учреждения заложены в бюджете области. Кроме того, один из крупнейших банков в рамках финансирования контракта выступил партнер МАИЖК. Именно эта компания занимается стройкой. Мы отправились на площадку, чтобы посмотреть, что сейчас там происходит, а заодно заглянули в самую большую школу Тюмени. Ее должны сдать уже через пару месяцев. Повторение «Мать учения» учреждения спроектировано по образу и подобию уже действующей 16-й школы. До неузнаваемости изменится территория микрорайона должна всего за полтора года. Согласован график производства работ. На данный момент на территории работает 50-55 человек. Школа будет из трех блоков. Первый блок будет кирпичный, первый и третий блок кирпичный, а на втором блоке будет железобетонный. Малышам выделят отдельный корпус. Правда, заниматься им придется все-таки в прямоугольных классах. Как бы ни критиковала такую форму помещения вице-премьер Ольга Голодец, менять документацию никто не будет. Без углов мы не обойдемся. Поэтому, если эта школа у нас такая более-менее прямоугольной формы, и мы ее задумали не сегодня, эта школа, которая задумалась буквально еще три года назад, то в Восточном 2 микрорайоне большинство классов, они имеют разную форму. Поэтому, думаю, что дети в Тюмени смогут получиться, выбрать, либо им учиться в прямоугольных классах, либо в других. Маму двоих детей Ольгу Мацура конфигурация кабинетов интересует меньше всего. Для нее важнее, чтобы школа была недалеко от дома. Ходят на Войновку, либо на моторы строителей. Это, во-первых, переход через дорогу. Плюс, допустим, на Войновку нет нормальной дороги, приходится там за колоками ходить. Весна очень сложно пройти. Поэтому школа решит многие проблемы. Так считают и в главном управлении строительства. Чтобы комфортно разместить полторы тысячи, учащихся здание разбили на восемь функциональных блоков. Две объединенные зоны на первом этаже и на втором этаже. Почти две тысячи квадратных метров в новой школе занимает спортивный зал. Он рассчитан на 600 мест. Но пользоваться им смогут не только школьники, но и жители прилегающего микрорайона. В зале организован отдельный вход, а под трибунами будут сделаны душевые и раздевалки. Готовность 70%. Летом подрядчики начнут укомплектовывать кабинеты. Первый звонок здесь прозвенит уже предстоящей осенью. Но на этом строительство соцобъектов в области не закончится. Проектируются школы в Ямальском 1 на Бориса Житкова, как я уже сказал, школа на Мысу. Сегодня мы зайдем в проектирование. Плюс у нас, если говорить все же о территории области, еще идет проектирование и заключен государственный контракт. Это строительство школы в заводу Коске на 850 мест. И плюс строительство, проектирование школы на 1200 мест в городе Тобольске. Вопрос финансирования пока остается открытым. Ситуация в экономике слишком переменчива. Если у вас есть к нам вопросы, пишите на электронную почту. Ее адрес – новостройка.собака.сибинформбюро.ру. Принимаем сообщение мы и по телефону 688-946. Этот и все предыдущие выпуски программы можно найти на канале Human Time в Ютубе и на нашем официальном сайте. Я с вами прощаюсь. Встретимся в эфире ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова